Субтитры создавал DimaTorzok И отняли, что разум он возвеличивал, игнорируя остальное Тем страшнее были его последние годы Мама, дай мне эту книгу Нет, нет, мой мальчик, не прикасайся к ней Это ужасная книга, написанная ужасным человеком в ужасное время Невыносимое сознание душевной болезни Невыносимое сознание старости Невыносимое сознание одиночества Последний всплеск предсмертной рациональности Под конец жизни Свифт подсчитывает потерю Смерть двух женщин, смерть немногих друзей Потеря друзей – это налог, которым облагаются долгожители, говорил он Оставшихся ранжирует по принципу благодарности и неблагодарности Список этих оставшихся всего 27 человек Всех он разделил на четыре категории Благодарных, неблагодарных, ни то ни сё и вызывающих сомнения Архиепископ Кинг не был Доктор Стерн не был Мистер Форд был Королева не был Мистер Гаррисон вис Сомн По этому списку наглядно видно, как рациональность переходит в сумасшествие Самое страшное – это то, что у него были годы На то, чтобы успеть понять – я схожу с ума Как-то на него и на его гостя чуть не упало тяжелое зеркало И гость воскликнул – какое счастье, что мы успели встать Свифт поправил – что вы успели встать Он хотел бессмертной славы, да Но не мучительного бессмертия Пусть даже на несколько лет Вероятно, эти годы воспринимались им как вечность Может быть, в те годы он вспомнил еще один народ из своей книжки Бессмертных Струлетбругов Вместе с бессмертием они приобретали чудовищный старческий маразм Думаю, не будь он священником, то охотно бы покончил с собой Но он не мог Единственный выход был спрятаться Более он не выходит на улицу А вдруг кто-то из прихожан заметит своего декана в неподобающем виде Потом он перестает говорить и читать Он молча ходит по своему огромному холодному дому по лестницам Вверх и вниз, вверх и вниз А почему, собственно, этот человек до сих пор не умер? Он репетирует свою кончину уже пятый год, но никак не решится на последний шаг В этом доме ничему нельзя верить, все вранье Не бывает лилипутов? Не бывает великанов Бывают люди только среднего размера Он теряет слух и память Даже к самому себе и собственной славе В 1742 году специальная комиссия решила, что Свифт не может заботиться о себе и о своем имуществе И назначила опекунский совет Струльдбрук Они перестают различать вкус пищи, но едят и пьют все, что попадается под руку Без всякого удовольствия Он прославился Бездают в том, что они не знают Они не знают своих слабостей Они, пожалуй, столь же мало знают свои сильные стороны Кажется, он сказал обо всем Кроме самого главного, что люди нелепые, некрасивые, бездарные, все портищие на своем пути еху Все же гораздо лучше слов и куда важнее бессмертной славы